ground trick называется меня много кто просил в него поиграть вот это вот давайте его посмотрим может быть нам понравится и может быть мы немножко отлипнем от геншина нет краудрик краудрик новый рогалик краудрик есть есть ой аж сегодня выспался еще я думаю мы в него так часок-другой позалипаем посмотрим что там и как и пойдем отдыхать наверное валяшки жемчужина ман штата 4 штуки разум радуйся это я знаю это я знаю так давайте все запускаем смотрим что там вернуть чат на его законное место и вот так вот я еще думаю насчет рингов по и на герою к его тоже можно было бы посмотреть так как я кучу всего пропустил из-за геншина здесь тут русских 10 металла клей для вас переводить если как аняш красиво ну достаточно и у корона с глазом крона помоги да это геншин у нее оружие появилось из ниоткуда это геншин девочка без рук сколько завтра начало стрима завтра постараюсь пораньше начать потому что вечером стрима не будет вечером поеду в москву так что думаю что завтра утренние часов с одиннадцати постараюсь посмотри не на коне кросс ворлдс я играл в не на коне так в асд ну да давай в асд хорошо с мышкой с мышкой с мышкой так ну русский есть уже приятно звуки потише так вот сделать конный игра активировать стрима показать дальность навык окей начать игру пистолет поражает цель на дистанции до трех клеток да завтра амнезию не ждать шоу я тоже об этом подумал что не получится амнезию поиграть просыпайся ведь ты избрана ведь рассвет не удостоит присутствием тех кто отказывается открывать глаза ее зовут или кто здесь даже первый границ крошмаров там новая часть вышла точнее выйдет кросс ворлдс все прям ждут и не очень жду я я я я с прошлым тогда не справился так передвижение чисто по клеткам взаимодействие space судьба привела тебя в этот мир а теперь подойди или откуда тебе известно мое имя осторожность тебе не чуждо к счастью на этот раз неведение простительно сейчас мы в измерении кошмаров здесь я тот кого люди назвали бы всеведущим или мне известно о тебе все имя прошу и даже цель твоего появления в этом измерении кошмара всегда становится источником катастроф и хаоса пока земные создания страдают бесконечной агонии сам мир находится на грани разрушения избранный герой это ты на тебя они взвалили всю ответственность тебе предназначено судьбой отправиться в неизвестное и спасти весь мир откуда ты это знаешь ты сам все-то устроил измерение кошмаров так это из-за тебя люди мучаются и страдают как же быстро ты пришла к неверному заключению типичный человек разговариваешь с наблюдателем и защитником измерения кошмаров у меня нет имени но ты можешь звать меня короной извини за поспешные выводы но похоже мне предстоит много работы если ты правда тот за кого себя выдаешь ты должен быть знаешь кто за всем этим стоит верно кошмар вызывает один из людей то чье сердце переполнено жадностью человек по имени влад влада есть чате не влады вышли из чат поиграй видел видел я посмотрел рисовка очень не нравится это не геншин привет я это не геншин но геншин только-только закончился я сегодня прошел седьмую восьмую бездну и 9 оказалось очень непосильный для меня пока что надо докачиваться надо battle pass покупать для этого и все такое так хорошо во владик ты чё ты знаешь где он сейчас терпение поспешность ведет лишь поражению все началось запретного ритуала жертвоприношения который провел влад в измерении кошмаров печать пала и сила кошмаров вырвалась на свободу неся смерть и разрушение не только в измерении кошмаров но и в твоем мире мои силы больше не могут ее сдерживать как я понимаю это тоже удручающе к этому не готова жаль мы ничего не можем поделать получается мирном уже не спасти принять не но он что-то скрывает но принять полагаю помощь мне не помешает не то чтобы у меня был какой-то иной выбор впечатляет это самые мудрые слова которые ты произнесла со временем появления в этом измерении теперь надень меня на голову если ты не против выдвигаемся немедленно любопытно похоже твое тело впитало всю даровную мою силу полностью о май что ты со мной сделал какая недоверчивая человеческие сердца столь непостоянны не волнуйся глупая девчонка я не желаю тебя навредить я просто наложил парочку заклинаний чтобы поспособствовать нашему дальнейшему путешествию ты поймешь со временем ну как скажешь пора двигаться ведь судьба обоих измерений теперь в твоих руках теперь у тебя корона нет не надо я не хотел впитывать корону измерение кошмаров это иная реальность которая действует право отличное от права твоего мира здесь время относительно она течет лишь тогда когда ты движешься так что не спеши иногда стоит подпустить врага поближе нежели бездумно бросаться в атаку чисто пошаговая короче самое главное право измерения кошмара постараюсь хорошенько его усвоить я заранее подготовил парочку простых механизмов посмотрим как ты справишься пропустить ход нажмите x а он пока еще переворачивается из топ 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 неопытный охотник за сокровищами открыть один случайный сундук это гемшин мы играем за сянлин копье защитника 23 урона 5 какой-то магии процентов плюс 10 физ защите повышает крещенность на 5 обычный предмет королевских стражников копеносцев эффективно помогает сражаться даже с удаленными противниками и думаю что сейчас я хватил совладать с настоящим оружием вот на этот раз я тебе помогу твоя первая цель разбить ящики чтобы пройти вперед и даже оружие за спиной у персонажа то есть она их может лицом ломать зачем слайм щенок спокоен ой разгромлен оглушен не может совершать действия ай не забывай что можешь поворачиваться на месте иногда это эффективнее обычного движения shift vsd ну тут на самом деле такое потому что копье меня все равно поворачивает хороших гайдов по геншин не нашел кстати все говорят разное честное противоречие а потому что это не это не эту игру нельзя проходить играть по гайдам это очевидно будет ли гайд на youtube агент что он не будет в киар каждый играет так как ему нравится так как как ему что ему в зависимости от того что ему падает и так далее и так далее там супер самое простое это разве что на какие статы обращать внимание в артефакт такое ну нет я гайди писать него настоящей битве важным навыком является умение ждать на месте или совершать удары впустую чтобы заставить время двигаться у врагов не останется выбор кроме как подойти к тебе и вступить в бой атаку их когда они окажутся в пределе дальности атаки пропускаете ход враг может сам к вам подойти а если отойти попытаться преследовать кто это вообще огнептица на тебя пока красиво и неплохо выглядит я люблю такие пошаговые игру лям ну обучал конечно совет может оказаться полезным граммем врагов ты делаешь их более визуным к своим атакам на себя врагам урон ты снижаешь их их очки разгром разгрома достигнули он получит оглушение оглушение удара будут наносить больше снижается на один когда-то с а почему вот вторая красненьким светится чем первый удар единичку а второй двоечку сносит я вот этого не понял только пока что с нагады которые могут быть по игровым механикам но они же и так в игре рассказываются разве кто не читает обещание наверное лучники враги более уязвимы когда они нападают или находится возле тебя так ты можешь громить их быстрее берет очки 233 убирают очки 3 теперь понять ней когда враг пытается тебя ударить у него минус минус счеты дополнительную при этом год столкнулся с такой проблемой что мой уровень приключений возвышаются хотя мой опыт сейчас составляет 5 300 из 5470 75 можешь подсказать как я могу справиться такой проблемой чате буду благодарен если вот за сейчас у меня 25 хотя должен быть 26 потому скорее всего потому что ты не сделал квест на повышение сложности мира и поэтому не можешь повышать свой уровень приключений дальше тебе надо пройти специальный квест который повысит сложность твоего мира он они приходят каждые 25 35 и так далее уровня их надо делать потому что на новом уровне мира у тебя будет больше какие-то штуки у тебя будет более редкие шмотки падать вот такие дела так что всегда возвышаетесь игра не сильно сложнее становится из-за этого серьезно загадочное зелье богини исцеления замечательно бутылка находится вода из легендарного фонтана один глоток сотворит твоей жизненной силой чудеса но я не хочу останавливается как узы так и все обучение закончено где могу найти этот квест он тебе самостоятельно дал вот те пришел на и нажми открой журнал кнопочка джей вторины посмотри не по моему он автоматом сразу же дается вообще можно у катерины до проверить на всякий случай и тебя отправят просто в подземелье в котором ты который это один раз пройдешь и все поэтому гайды и существует кстати о гайдах до артефакт эти ботинки мгновенного переноса не позволяйте мгновенно перенесись нужное место однако их можно спорить ограниченное число раз планируя использование с умом правая кнопка мыши три раза в любую клетку не считается отдельным ходом количество доступных наверно переносов отображается на шкале простите слишком вкусный звук мне нравится есть моно совет по применению мгновенного переноса или может перепрыгнуть через непроходимой клетки или через плитки с аспектами элементов понятно перестань так сочно же обожжен на каждом ходу получают урон равные 8 процентов вашего хп с помощью принос может перепрыгнуть непроходимые клетки или плитки с аспектами да да я понял спасибо боже не видишь такие долги обучения в рогаликах также могут накладно ваших противников дебафы ну да все курицы просто сдохли ну вот ради двух монет но жадность сгубила каким бы ослабленными не были мои способности все еще могу перезарядить твои ботинки но и только здесь на границ кошмаров далее ты будешь сама по себе оп боссфайт огнедых фамильяр сильнее обычных врагов в сражениях с ними нужна максимальная осторожность изи станчик слабый слабый преследует чуть с него какие-то души при выпали ты мой хозяин новые записи неплохо запомнил измерение кошмара побеждены фамильяра подчиняются тебе ладно получен фамильяр огнедых огненный взрыв спускает огонь наносит 85 урона огнем целям пределах трех плиток вертикали создает огонь ливы и бочка с мощной взрывчаткой размещают бочку которая взрывается если так он наносит 145 урона лавой по квадрату и создает огонь навык фамильяр 1 2 для применения навыков сначала нужно выбрать место после чего нажать хорошо так же как ботинки даже все смола какая-то да да ага горите попуги но тупые тебя неплохо получается надеюсь все равно еще многому надо научиться не зазнаваясь сжигать по фарму для прокачки сделать где лучше своим форме эти где хилищу ров но это путь путь пути фарма пути фарма это неплохая тема да но для них тоже не особо прям гайд нужен для них просто на карте все отметить и скинуть людям скриншот грубо говоря нюхт сделал фарм артефактов например это да ну я правда я ненавижу кайдами сниматься всегда ненавидел это еще игра такая же мы на месте где где это мы зале возрождения может считать это безопасной зоной между различными измерениями кошмаров и подвластное явление в будущем и снаружи хаоса отсюда мы сможем путешествовать в остальные миры снов и исправлять возникшей там аномалии как мы будем это делать отсюда не ведет ни одна дверь мы попу тут просто заперты язык заплетается безнадежная наивность равносильно невежество люди что через двери вас не попадают мы спокойно сможем путешествовать по миру снов пока ты спишь я предлагаю делать это вот за этим столом какие-то роглайд элементы будет что-то открываться видимо окей может шорткаты до более сложных миров хзм ну давайте день 1 измерения кошмара проснувшись измерения совсем одна или посещал корону странное существо называющие себя стражем согласно короне счастья в обоих мирах происходит из злодея по имени герцог влад герцог у теперь прячется где-то в глубине кошмаров только победив его можно привнести покой в оба измерения ну я готов войти чем поспать после 9 часов геншина гайд как перестать играть в геншин такое сделать не смогу у это геншин я говорю это геншин у нас теперь повсюду геншин помогите как раньше было дбд копье раскатов грома зеленая при совершении атак с помощью этого оружия снижаете а за и врагов в квадратной области вокруг себя урон основан на ваших текущих а за обычные элитки площадь 5 область 1 после мгновенного переноса площадь плюс 5 к счету на 3 хода копье запечатано внутри молний хорошо это двуручный меч из коралла получает 1 гиду коралла каждый раз когда владелец побеждает врага накапливается до двух раз пушат максов за на 10 процентов меч созданный из отверждевшего коралла этим оружием не очень легко махать зато оно может повышать выживаемость каждый накопленный эффект от меняет одно атаку врага ну зелень берем чё такая она грозная у кристалл фамильяра ну у меня только огнедыха ездим хорошо так выберись ты помнить все меч мне не нужен у него минус урон вместо электричества он бьет какой-то водой что-то за магический видимо урон раньше типичная его сейчас геншин 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 ура геншин сейчас как здесь выглядит секретная никому же телепортироваться за стены как-нибудь ботинком каждый раз когда ты будешь громить врага я буду поглощать часть его силы и передавать тебе тебе удастся разгромить еще одного до того как это силой сякнет мы сможем сохранить скажем последовательность что позволит нам накоплять больше скорости и силы ты не просто станешь сильнее но и запасы мгновенного переноса твоих ботинков тоже восполнится получается нам обоим выгодно в бою громить врагов последовательно сражаясь изо всех сил своего человеческого тела девочка если противник раз разгромлен шкала разгрома постепенно или заполняется чем сильнее заполнена школа тем выше показатель атаки кроме того шкала разгрома также установлен запасом на перенос не успеваю разгромлен разгромлен плюс один запас прыжка а то есть надо задумываться всегда над тем как драться с врагами я понял чтобы восстанавливать прыжки меч ангельской гармонии к ваша атака уничтожает смен направлений врагам получать иммунитет физическому урон который длится ну блин нет ни на вода не за может их можно подобрать и выкинуть потом не выкинуть продать ну видимо нет дальше разгромлено ау не ударил разгром очка сжаба все подошло ну окей это понимает пошаговый рога ли где будет ну вряд ли дебоят но время движения повышать физзащит на 5 за 1 накапливать до 5 раз фиг длится один ход кого уничтожаете врага повышает физзащит на 10 на 5 ходов и защитник она нет у меня блин зелень мощная сильно мне хера не опадает об сундук штуки штуки кристаллы кит подобрали заначка получен золотые монеты 200 ачивка защита феи реликвия получаемый урон снижается на 50 с 30 процентным шансом приношение дает особое благословение имей ввиду что я буду постоянно слежу твое перемещение время путешествия записывать все что видишь в различных измерениях если что то забудешь просто подойти лишь непрерывное обучение поможет нам достичь нашей цели шаговый генш информация персонажа реликвия чертежи энциклопедия элита огнедых это этот вид считался вымершим некоторые так и говорят другие утверждают что они просто перенеселились в далекие землю никто не знает откуда взялся этот дракон на редкую породу он не похож своим огненным дыханием он спепелил немало существ обычные враги слайм щенок когда-то это был простой слайм стражащий сундук в геншине он был модифицирован генетически поскольку не мог никого отпугнуть или одолеть с новыми острыми и устрашающими куклами своими щенки стали гораздо агрессивней они настолько бесстрашные что люди порой забывают что перед ним по сути просто конки слезь мага жаба была химическим инструментом ведьм для изготовления зелий но со временем обрела разум за счет поглощения чистой маны и сильных ингредиентов странным является то что инструмент всегда принимает форму лягушек интересно что это совпадение какое-то предназнаменование огне птица прилетели с далекого севера ясно что привык в дурием они привыкли к северным холодом ненавидят жару вспоминяясь при контакте с огнем мощь навыка завтра в баре тоже да мы же едем просто разговаривать про игру в этом весь прикол устройство называется с пунктами назначения сейчас встречаются измерения будь готова воспользоваться ими когда не засветить используем пунктов сэкономить на моему времени в приключении типа телепорт у кей у рейди дн пусть навыки фамильяров мгновенный перенос оказались весьма полезными ты можешь сомневаться в необходимости их используя когда у тебя осталось мало м или запасов переноса может беспощвенное волнение и свойственные людям но в моем присутствии ничего не бойся ведь я буду полностью вспомнить твои запасы каждый раз когда ты будешь заходить в комнату просто сосредоточиться на сражении с приближающимися врагами серьезно в запасы манны просто так и почему у меня перест перри переносы из семи до трех упали дерьмо и 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 тёка не хочет ко мне подходите он метелка давай теперь ты сможешь метелка сюда подошла полец еще ближе гулять по одному и тому же пути по и метелка может быть в этом ее суть думала сейчас сдохнет но врага ли где взять в стиме стиме нестабильный порошок наносит незначительный урон лавой по плит по одной плитке в области форме алмаза 5 на 5 оставляю после себя лужу лавы подобранный предмет точно пригодится нам будущем отложи на черный день использование предметов некоторых сначала нужно выбрать место что потом нажать подтверждение а все вот здесь он отражается я думал сюда на 1 2 3 4 а тут по идее фамильяр не играю в геншин да почему момент снова прикоснить чтобы получить доступ к далеким снам не ну я пока не хочу наверное уходить в следующую боку через монумент снов гриф геншин провайдер душит и в итоге пинг моментами тупо до двух секунд падает уже третий день неприятно я тебя предупреждаю не подходи ближе да да и тости читаю то яд который расплавит твои кости или мозги или костный мозг спасибо огромное значит ли ты безопасно и криптов некрденсер проходил доходил до финального босса но так не мог вы убить до стримов еще давно было прошу возьми меня с собой мои навыки то есть тебе пригодятся но если ты будешь килять на 100 пожалуйста хорошо спасти алхимика барбару спасибо огромное значит это безопасно места прошу возьми меня с собой чертеж религии сжатый воздух это банка какая-то положено чертеж это что и чертеж реликвии нам для него нужен какой-то особый кузнец не забудь что мы находимся в мире снов и вымысла некоторые аномалии порождены тонкостью к ткани реальности из которой состоит этот мир возле торговцев измерениях мира снов есть особое устройство восстановления помести в них чертежи и вещи вы появится стоим следующем сне или в кошмаре кто знает так мы и уже спасли так понимаю у сундук есть предположение что вот тут вот да да далекие сны это какой-нибудь талант давим малявок замок мира снов призывает случайное оружие цепной меч урон наносится в два захода кушает уклонение на 10 электроклинки каждый удар может 10 процентов шансом парализовать трезубец судьбы почему такое имбо компе дали сразу с начала игры видел эту игру на фестивале игр почему тиван решил поиграть не потому что она релизнулась пару дней назад семнадцатого или пятнадцатого не знаю и еще потому что я устал от я не устал от геншина но я больше так не могу чат помогите меч выглядит прикольно да выглядит то он может и прикольно но два захода то есть он просто бьет два раза ну блин копья все сильнее босс да надо было все таки зайти там наверняка была какая-то прокачка какой-то пусто брех ожидает силу ваших фамилиаров ну надо манси здесь так как здесь как бы горит и шок не очень умный с каждым разом больше ответить на 7 урон 8 а я ее 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 их x тлеющие угли ступившие на эту плитку цель время получит статус обожжен очка разгромлен а значит надо стоять и дамажить правильно правильно с другой стороны можно сделать вначале так а потом сделать так обожжен оглушен еще на два хода разгромлен плюс к получаемому урону парализован не можешь совершать обычные атаки да ты никакие не можешь совершать ты уже мертв я тебе так скажу а что-то он хочет нас ударить на потому что это необычная так судя по всему ну все минус попуг пусто брех будет наш из из зашу курочку тут так получилось вообще изейша пока что просто хоп новый фамильяр пусто брех удар с отскоком отходит назад на две плитки и кидает вперед бумеранг наносят цели 50 урона ветром прыжок с переворотом как игра пока легко но выглядит прикольно и интересно выглядит перспективно если контента много да посмотрим посмотрим сколько там контента будет пока что поиграем прикольно на мгновенно атакует врагов на двоих плитках по вертикали четыре раза каждый раз ты на себя физический урон все выполнить я усилил твою возможность чтобы ты могла использовать навыки двух фамильяров за раз так нам должно быть проще одолеть влада да ты тут вообще не причем я сам себя вывели усилил вызывает случайную реликвию при использовании навыка расход может снизиться на 100 процентов от исходного значения шансом 20 процентов основе 10 м при победе над врагами с помощью обычных атак с 30 процентов шансом ваш крит урон нанесен с помощью крит удара увеличится на 150 я пока особо не критую но да кристальная баллиста между копье есть крит шанс не после мгновенного переноса получает плюс 5 к счету 5 к счету при чансы у меня множитель 100 атака базовая крит шанс пять процентов при трон 150 рун урагана x2 наносит незначительный урон ветром по одной плитке в области накладывая не мату это типа ладно здесь и тут вообще как бы есть процедурной генерации все такое он давайте узнаем что такое более далекие сны стол химика похоже этим столом алхимика часто пользуются и он очень ценный судя по материалу украшающему его орнамента вы понимаете что этот стол отличается по происхождению от остальной мебели в этом помещении на столе вы обнаружите несколько видов тщательно отсортированных трав похоже из них может делать некое целебное снадобие попробуйте ли вы свои силы в алхимии плюс 8 к мощи навыка выпиваете только что приготовлен танец на настойку и тут же чувствуете прилив сил это просто была прокачка имба тут босс ну давайте к боссу пока не пойдем урон навыка это какого навыка бочку все так же 145 и наносит пустобрех от пустобрех был обычным мечником но проиграв ведьма ведьмам ведьмакам магическом бою приобрел свою нынешнюю форму хотя он тратил человеческие облика даже не может больше держать меч от пути меча он не отошел собирается всему научиться заново и взять ведьм реванш интересного что они его превратят на этот раз чтитель пути дочарованный металла изготовленная ведьмой для уборки все жилища однако все время ищет грязь потом теряется в процессе уборки убираться ведь мы не хотели поэтому они просто наделали еще таких же пока тень не заполонили весь бардланд не скорее приберутся у вас во дворе чем нападут на два хода до будет кастовать но вообще как бы не жалко прыгнуть разочек даже не дождь из стрелов тоже мне ученики тех слева мощь науков показывает а вот это вот денежки столько моры бы да в геншине ты чувствуешь как будто вот это проход не изи секреточки секреточки арбитр судьбы шанс срабатывания всех доп статусов например доп атак становится равным 17 согласно почетам данного устройства вы встретите любовь всей своей жизни семнадцати процентным шансом лучник нежить охотник погибший в результат несчастного случая в лесных глубинах знак доброй воли был воскрешен ведьмами однако лучника нежить не покидала ощущение что некоторые части его тела принадлежат не ему не добившись ответа от ведьм он с тех пор пытается собрать все обратно не самой меч но мы вернем ее копье бьет всегда ну ладно давайте попробуем брать что это же рогалик надо брать все подряд возможно это реликвия не очень будет для меня в будущем не знаю ой-ой-ой видимо тоже фамильяр да ловушка зеркает пламя тебя накинул на себя щит прокидать бочку наверно когда 6 манны 50 вот блин неприятно форме 5 на 5 5 на 5 это насколько далеко то есть он и в меня скорее все тоже попадет думаю что я предлагаю все равно перенести сюда бахнуть бочку огненную дальше уже драться с этим щеликом он вроде бы пока не атакует он преследует но не атакует при а при при самоне у двух безумных магов земли которые стоят в огне мне мне хорошо а в ростом кто кто из них он не может совершать обычные атаки кто из них кастует вот эту вот крутилку же вот эти вот жесткие штуки я могу телепортироваться этих двоих выбить просто-напросто нет я могу только одного выбить этого не могу делай геореакцию единичка огненный взрыв запускает огонь да такое такое я могу отойти короче протонуться и кинуть вот сюда бочку в вагоне она сразу же взорвется они продолжат получать там урон можно было сразу просто бочка кинуть на тем магией удар с отскоком я не хочу отпрыгивать на две плитки сжигая цель это огненная ловушка у меня на такой от врагов на двух плитках партикаль чё надо было так сделать и побить его чуть-чуть новые записи об аддон это новый фамильяр призывает слугу дальнего боя и шанс призывать элитного слугу дальнего боя одновременно может существовать только один слуга накладывает на себя из своих прислужников щит пламени получаю щит 40 за пока щит активен все атакующие враги обжигаются баун круче чем попуг есть такое предположение что он круче чем попуг с отпрыгиванием и уроном ветром так что да пусто брех выполнить защит который можно танчить замок реликвии призывает случайную реликвию за каждые пять примененных навыков расход м следующего снижается на 100 от первоначального значения принесение критического урона противника вы получаете плюс 5 к бафу крит шанса это то что мне нужно под мою баллиста сейчас и тут ветер не нравится того есть при получении бафа 2 такой же с 20 процентов шансом так короче кольцо критических ударов получил не зажсти покажется прикольная игрушка ну супер легкая конечно может быть таким оно и должно мы сейчас босс нам покажет что здесь супер легкая что нет это вроде никто больше секретов не видел вряд ли торгуется не поднята она там оружие лежит охрену знает зелхат я думаю что да ты не забывай что любой процент у тебя 17 то есть хочешь сказать что кольцо всех не на этот об статус и думаешь что вот этот вот баф будет мне плюс 17 давайте если да то это будет интересно ведьмочка бочка с маслом можно уничтожить после уничтожения создает квадратную область плитки с маслом слабой до я бы кинул туда нестабильный порошок чтобы он взорвался и нанес всем урон 5 на 5 то есть в меня тоже прилетит или нет старайтесь не трясти при переноске урон лавой по одной плитке в области в форме алмаза 5 на 5 вставляю лужу лавы к по одной плитке или по 5 на 5 в уши определить короче предлагаю ее поджечь сразу же вот прям сейчас обещают сделать режим повышенной сложности в этой игре на слишком легкая покажет ну чё гори гори подруга гори учая чьи печатаю лучники вот этом гори пока что я пойду этих лучников убивать в спину давайте дальнобойного стража призовем уже мне кажется пора так она в какой клетке она вот в этой клетке да она в этой клетке не давайте и ударим пока чё пускай дальше стоит в огне правильно правильно взрыв лавы тоже мне дальнобойный страж самая хорошая точка в которую можно сейчас запихнуть это сюда теперь он стреляет в эту точку по ней и может даже попасть по мне мандрагора cool story bob 3 ядовитого урона отравлено каждом ходу получает два урона ядом этот эффект накапливается на персонажа и он оглуш она оглушена не можешь совершать действия ну классно конечно крича с увеличен на 5 два раза мне все-таки на 5 на 17 не работает 5 на 5 это где можно разместить но может быть ай штука-то жалко она в миле дерется неприятно давай мы сделаем себе огненный щит не знаю что она сейчас сделала но же еще еще обычно атака так идти а чё она не подожглась то еще учит пламена моим мандрагория на себя и своих прислужник а в том числе 40 за он мы видим у нас просто за закончили за наклан поехали сюда и бить ее с этой точки сейчас отпрыгивание кстати зарешал надо было уходить вниз мои слуги твои слуги эти еще своих покажу снижать весь получаемый рано 75 это жесткий домой мой мой страж рип че надо ее убивать судя по всему теперь мы прыгаем сюда бьем в эту бочку бочка поджигается нам хорошо она горит нам еще лучше призываем сюда дальнобойного стража пускай он стреляет чё делать эти парни и понятно мне лучше этого не знать портаемся сюда бьем вот этого дамажим босс немножечко бьем его до чё мой лучник ты вперед бежит ты тупой а так мы ее тоже бьем она в этой точке стоит класс норм фамильяр призвала ну хрен его знает норм или не норм давай огненные щиты раздадим что ли 40 40 щита у меня есть она решила как хернюк станут так она уже не горит и мне это не нравится поэтому я хочу прыгнуть сюда и поджечь вот так дальше убить тебя шо дальше щит еще действует крит шанс действует потопали к ней она дерется метвой с нашим фамильяром или уже нет фамильяр уже сдох эх и мой огненный щит тоже уже закончился икс 7 да когда же я критану то лол ой ошибочка го подожжем мне еще пять прыжков 5 поэтому я могу просто отпрыгивать бубка кайтить ее и дамажить вов что изи толпой ли в одиночку одолеть ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду разблокирован пистолет на уйти по оружию приключениях теперь можно получать пистолета заблокирован посох обнаружено тип оружия теперь можно получать посохи реликвия легендарные реликвии многие искать для приключений воина оставили след в этом мире до вас их легендарное оружие разбросано по всему измерению кошмаров если тебя не устраивает текущие тебе доступен огромный выбор для сражения жестокими врагами выбирая оружие с умом различные редкие реликвии оставленные воинами прошлого скрыты по всему измерению если они правда настолько ценные разве не стоит попытаться вернуть их прежним владельцам их эпохи минули десятки или даже сотни лет назад не думаю что они в них все еще нуждаются сражаясь с их помощью против силы кошмаров и для этого они и предназначены да да и неплохо сокровища кристальчики чертеж членская карточка реликвия замок мира снов случая призываю случайную редкую реликвию ну короче айтамс боссов при нанесении крит урона противнику накладывает один случайное место навыки тоже будут обладать крит шансом ммм при использовании навыка его можно с 25% шансом применить против той же цели повторно сын сну под твой размерный голос классики если навыки у нас будет обладать критами то огонь будет наносить ну бочка вряд ли усилится прикол того что с навыков мы сможем увеличивать еще больше свой вот этот вот крит шанс да куб при нанесении крита остаться ли ну наверное не знаю наверное это тоже прикольно все такой вопрос как бы выглядел бы идеальный рогалик что им необходимые не могу ответить сейчас по лозу мне здесь с половиной часов стрим идет я в кого еще кроме этой игры уже не лезет кроме геншина конечно же поэтому ссоре не знаю свиток силы элемент при использовании может усилить параметры или мощь навыка плюс 5 фиксированный бонус для всех атака плюс 3 ну атака плюс 3 я же критами сейчас бить буду на тренировочной площадке пронизывающий различные миры снов фрагмент переполнен ностальгией к сожалению не похоже что от них есть какой-то толк чистый кусок пергамент свернут очень аккуратно или я вижу ты снова проникла на тренировочную площадку извините инструктор кассандра все девочки тоже воины верно вскоре они отправятся в мир снов чтобы сражаться с кошмарами но они все практически одного со мной возраста к сожалению это так однако такова их судьба смогу ли я когда-нибудь к ним присоединиться ты правда очень талантливая ученица однако мне становится так грустно когда пропадает очередная группа воинов ты слишком добра малышка или возможно и твоя судьба уже высечена в камне абадон храбрый генерал погибший в бою в лесу бартланда он ожил не то из-за воинственной своей природы не то из-за мощной магии леса и стал повсюду бродить наконец его нашли ведьма и забрали к себе в качестве игрушки дуо легенды о триумверате ведьм ходят столетиями по слухам каждая ведьма обладает собственным характером но никогда не разлучается с остальными дуо больше всего любит наряжаться она может приобрести любой облик и никто не видел ее настоящего лица если например в городе проходит интересное магическое представление или уже кто-то подстроил забавный розыгрыш скорее всего это ее рук дело посох мощного шквала плюс четыре магии каждый удар с 15 процентным шансом применяет на три плитки позади цели клинок ветра и накладывает на пораженные цели немоту снижает расход манна всех навыков на 20 процентов интересный пост кстати но я пожалуй верну свое копье жало пистолет ядовитый каждый раз канусь вторую очередь ее цель получает одно отравление крит шанс последней пули повышен 4 пули в заряде крит шанс повышен у меня такой билд на крит шанс и я слушать а может быть мне взять вот это 4 да это что это для меня может быть очень даже круто 3 клетки стреляют ну чё 14 урона вносить и смысл мне критовать по 150 процентов если этот крит будет такой слабый да не хочу если бы было что-то другое было бы здорово так маслица покрыт жиром получаем урон элементом повышен покрыт жиром ну хорошо первая лог пройдена первый босс убит найс найс кстати а уешка не ломает бочки это хорошее знание хорошо давайте дальше спускаться а